Республиканский конкурс «Человек-год» Республиканский конкурс «Человек-год» занимает особое место среди множества конкурсов и фестивалей, которые ежегодно проводятся в нашей республике. Вручение премий лучшим из лучших представителей различных отраслей – это свидетельство того, что в Приднестровье, несмотря на все вызовы времени, по праву есть кем гордиться. Педагоги, спортсмены, предприниматели. За плечами у каждого годы трудового стажа и опыта. Номинация в конкурсе такого уровня для многих стала неожиданностью. «Человек-года 2014» Санду Сергей Иванович. Журналист с многолетним стажем. Шутка ли? 23 года в профессии. Полгода назад Сергей Санду стал главным редактором газеты «Адиверл Нистрян» – единственного в мире молдавского издания на кириллической графике. Я очень благодарен своему коллективу газеты «Адиверл Нистрян», который за последнее время приложил максимум усилий. Мы вместе, нас немного, но мы сделали газету намного интереснее и результат налицо. У нас буквально за несколько месяцев подписка на «Адиверл Нистрян» выросла в три раза. Если в прошлом году мы плавали примерно 700-800 экземпляров, так сейчас мы зашкаливаем фактически буквально за 2000. О своих успехах за 2014-й может рассказать и Руслан Спотарь, победитель в номинации «Предприниматель года». Под его руководством флагман отечественной пищевой промышленности «Каменский консервный завод» вышел на новый уровень. «В 2014 году нами было выпущено более 14 миллионов условных банок готовой продукции. В денежном выражении это составляет где-то около 8 миллионов долларов. Это почти в 10 раз больше, чем в 2012 году». Для предприятия показатель стал рекордным. На заводе вдвое увеличилось количество рабочих мест, выросла зарплата почти в полтора раза. «В этом году мы с технологами планируем наладить выпуск новых видов продукции, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке. Это новые виды соусов, овощных смесей, джемов и повидлов». Работа «Вчера», «Сегодня», «Завтра» с полной самоотдачей и преданностью любимому делу. Вот секрет успеха этих людей. «Победитель государственного конкурса «Человек года-2014» в номинации «Педагог года» Иванишина Светлана Николаевна». Свою победу в конкурсе учитель истории и общества знания Светлана Иванишина называет моментом истины. К нему она шла всю жизнь. «Каждый труд дает свои результаты. И вот этот выход во дворце республики, когда так много было высоких государственных деятелей нашей республики, общественности, и когда оценили самым наивысшим образом работу учителя, наверное, это очень дорогого стоит». Педагогическую деятельность Светлана Николаевна начала в 83-м, когда после окончания Одесского университета имени Мечникова по направлению приехала работать в Бендерскую школу номер 8. Тогда главными учителями для молодого специалиста стали заслуженные педагоги. «Я помню эти медали и ордена, я помню эти грамоты. И когда я девчонка, и пришла 22 года мне была, я сидела в ДК Ткаченко, и когда я смотрела на них, я думала, боже мой, это же так почетно, надо заслужить эти звания, как они это смогли сделать? «Неужели я так смогу?» И вот этот звездный состав восьмой школы дал мне толчок на всю мою жизнь». Некогда выпускница вуза, сегодня сама учитель. Теперь она – пример для подражания. Светлана Николаевна – это как вторая мама. Сколько я учусь с ней, всегда можно было прийти за советом, за помощью. Всегда очень интересно и креативно Светлана Николаевна подходит к плану урока. И у нас всегда присутствуют или презентации, или картинки, или фотографии, связанные с данной темой. Учителя, ремонтники, врачи, водители, юристы. Их называют профессионалами, ими гордятся. А они говорят, что просто выполняют свою работу. Ирина Палесико, Иван Глухенький, Салавар Шехулисламов. Для проекта «Точка отчета». По традиции, под вакууми... Проекта «Точка отчета»